И опять есть оправдание моему уставшему виду. Помимо того, что сейчас поздно, я поспал примерно один час, а потом, ну, в общем-то, пытался спать. Ну, как бы так, сидел в автобусе очень долго, потому что я всё-таки приехал в Петрозаводск на автобусе, потом пытался заниматься, в консерваторию не дошёл. Кстати, в автобусе сегодня я первый раз, ну, при том, что я ехал в автобусе, в котором можно смотреть фильмы, я не смотрел никаких фильмов. Но в интернете всё-таки немножко посидел. Что-то я хотел вспомнить по поводу того, как я туда добирался. Ну, как, я всегда боюсь, что опоздаю. Как-то я не очень время хорошо рассчитал. Лучше заранее выходить и идти спокойно, и не переживать, что опоздаешь. Потом пришёл я в столовую, успел здесь, поел селёдки, было вкусно и хорошо. Здесь был класс, кстати, в общаге, я смог здесь заниматься, я в консерваторию не пошёл. Потом я засыпаю. Смотрел этих аватаров серии, и две из них мне настолько не понравились. Вот насколько мне нравится обычно этот сериал, мультик, вот эти вот две серии мне так не понравились. Первая из них была, из тех, которые мне не понравились, она была поделена на части, и там какие-то истории были. Почти отвлечённые истории. Мне показалось, что это неуважение к зрителю. Это уже какое-то трюкачество, которое может быть там у какого-нибудь Тарантино, но у него это организация пространства просто. И здесь ещё объявляют, главное, объявляют, кто сценарист, кто придумал этот сюжетик маленький. Вот какие-то сюжетики. Один сюжетик, другой третий. А потом последний сюжетик был просто про животное. То есть, насколько мне нравился в этом мультике сценарий всегда. Именно что говорят. А здесь животное, которое не говорило. И вот так вот про него вот эту вот часть показали. Просто. Ну что там? Уру-ру, 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 уру-ру. Ну, я думаю, вот это да. Вот это мне потерпеть пришлось. А потом вся следующая серия была просто... Это просто. Это была просто целая серия рычания. То есть, в мультике, в котором хороший сценарий, есть серия, в которой просто одно сплошное рычание. Потому что там про большого зверя, который мне всегда очень нравился. А тут я прям даже не знаю. Я не знаю, как на это реагировать. Это был кошмар. А потом опять хорошая серия была. Потом какие-то по телеку какой-то странный фильм был. Ну, вроде интересный. Я даже не знаю, как он называется. Я его просто смотрел, потому что я в каком-то таком ауте был. А потом начался какой-то про военных. И я уже не смог. Ну, понятно. Ну, сколько можно? Сколько можно? Уже когда-то поспать-то нужно. А еще сегодня я удачно приехал как раз к смене белья. А вот что меня смущает, это то, что там течет горячая вода. И я все время говорю человеку, который здесь работает, это можно рассказывать? Что течет горячая вода. А он говорит, что надо что-то там менять. И все. Но она течет. А в Питере был момент такой, что вообще была только горячая вода просто. Зато тепло. Хорошо.